Всем привет! Мы рады приветствовать вас на канале КСК Звездный. Меня зовут Алиса Олейник, и сегодня мы поговорим про работу на рыси. Разберем, что такое рысь, какая должна быть посадка, какие бывают виды рыси, какие особенности на этом аллюре. Не переключайтесь! Рысь — это аллюр, при котором лошадь переставляет пары ног, расположенные по диагонали. То есть правая передняя нога и левая задняя нога, а затем левая передняя нога и правая задняя нога. Рысь — это средний по скорости аллюр. Он быстрее шага, но медленнее галопа. Однако, когда рысаки участвуют в бегах, то они могут догнать даже лошадь, которая бежит на галопе. Давайте поговорим о том, какая должна быть посадка на рыси. Есть основные два вида посадки. Учебная рысь, когда мы сидим в седле, не привстаем. Выглядит это вот так. Я сижу в седле и сопровождаю движение лошади. Не привстаю. И также есть строевая рысь, когда мы встаем через такт. То есть когда вот лошадь бежит, можно считать раз-два, раз-два. На строевой рыси я буду привставать. Например, на раз. Раз встала, два села. Раз-два, раз-два, раз-два. Так ездить проще, это менее утомительно. Это было специально придумано для удобства. Когда вы ездите учебной рысью, эта посадка ничем не отличается от обычной посадки. На шагу, на галопе. Пяточка у нас стремится вниз, спина прямая. Корпус расположен перпендикулярно к земле. Смотрим вперед. Большие пальчики смотрят вверх. То есть сидим прямо, ровно и просто сопровождаем движение лошади. Стараемся опустить свой вес вниз, чтобы нас не вытряхивало из седла. То есть мы сидим достаточно расслабленно, но при этом обхватываем лошадь ногами. И пытаемся поймать этот ритм, присидеться к этому движению. Самое сложное, на мой взгляд, для начинающих всадников на учебной рыси, это не трясти сильно рукой. Если вы будете трясти рукой вместе с вашим корпусом, вы будете причинять дискомфорт вашей лошади. И не будет стабильного контакта. Поэтому старайтесь успокоить руку. Она должна находиться примерно в одном месте и сильно не должна трястись. И опять же повторюсь, для того, чтобы вас не выбрасывало из седла, опускайте пяточку вниз, не подтягивайте ногу наверх. Расправляйтесь, сидите ровненько. Постарайтесь поймать ощущения, чтобы сопровождать движение лошади, чтобы опустить свой вес вниз, через пяточку. Уже на первом занятии часто учат ездить всадников строевой рысью, потому что это удобнее, так проще работать. И нужно просто поймать такт лошади, поймать ритм движения и научиться четко приставать в этот ритм. Как я уже говорила, можно считать раз-два. Два такта получается на рысье. И, допустим, на раз вы встаете, на два садитесь. Встаем мы вверх, не вперед, не откидываемся назад. Чтобы быстро научиться ездить строевой рысью, самое главное поймать баланс. А для этого нужно следить за тем, чтобы нога не уезжала вперед или назад. Чтобы шенкель, ваша нога, располагалась слегка за подпругой, стремилась все-таки вниз, перпендикулярно к земле. Если ваша нога будет располагаться в нужном месте, если вы будете сидеть ровно и вставать наверх, вы сможете быстрее поймать это движение. Попробуйте сделать сначала это упражнение, когда лошадь стоит. И просто привстать, опуститься. Если еще сложно найти баланс, придержитесь за гриву. Следите за тем, чтобы вы вставали, опять же, не вперед, не назад, а вверх. И затем, когда лошадь побежит рысью, тренер вам будет подсказывать, что нужно делать. А вы будете стараться поймать ритм. Вы сначала поедете учебной рысью. И попробуете поймать этот ритм. Раз-два. Раз-два. И теперь попробуем на раз вставать, на два садиться. Раз-два. 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 Да, я встаю ровно, никуда не наклоняю свой корпус. И спокойно могу ехать с троевой рысью. И есть еще один вид посадки, который также можно использовать на рысье, хотя чаще его используют для галопа. Это полевая посадка, когда вы привстаете над лошадью, берете повод короче, убираете руку немножко вперед и не садитесь в седло. Это нужно чисто в качестве упражнения. На рысе обычно так не работают. Это нужно лишь для того, чтобы вы быстрее поймали баланс на лошади для разнообразия вашей работы. Вы начинаете движение рысью. Затем привстаете. Берете повод покороче. Руку чуть убираете вперед. Наклоняете вперед корпус. При этом нога никуда не уезжает. Старайтесь держать ее на том же месте. Пяточка вниз. Смотрите вперед. И едете рысью. Если вас откидывает назад, придержитесь за гриву лошади. Теперь давайте разберемся, как начать движение рысью. Подберите повод немного покороче, чтобы вам было удобно управлять лошадью. И дальше нужно двумя ногами либо нажать на бока лошади, либо, если пока на такую посыл лошадь у вас не отвечает, чуть-чуть ее толкнуть вперед. Мне достаточно просто приложить две ноги, и лошадь начинает бежать рысью. Если нажатия на бок лошади недостаточно, тогда толкните двумя ногами ее вперед. Такой легкий пинок. Не нужно сильно размахивать ногами. Такое четкое, резкое движение. Так раз, толкнули вперед, и лошадь побежит рысью. Если вы уже ездите некоторое время, если вам тренер дал хлыстик, то вы нажали на бока лошади, потом вы ее толкнули, толкнули еще, толкнули чуть сильнее. Она все еще, допустим, не бежит рысью. Тогда уже воспользуйтесь немножко хлыстиком. Буквально чуть-чуть, подденьте ее и продолжайте работать. Для того, чтобы продолжать движение рысью, когда лошадь уже побежала, вам нужно дальше подталкивать ее двумя ногами или нажимать на бока. Когда вы чувствуете, что лошадь замедляется, вы снова двигаете ее вперед. Легкой ногой раз, толкнули, раз, толкнули. Или если лошадь достаточно хорошо отвечает, как вы видите, нога у меня просто лежит рядом с боком, и этого достаточно. Соответственно, если лошадь бежит и вас устраивает тэп движения, не нужно на нее лишний раз давить или толкать вперед, только когда она замедляется. Теперь поговорим о том, как перевести лошадь в шаг. Вы уже двигаетесь рысью, и вам нужно обратно перейти в шаг. Для этого вам необходимо, если вы едете строевой рысью, то сесть обратно в седло, опустить свой вес вниз, слегка потянуть на себя поводьями, если надо, чуть сильнее. При этом вы сидите ровно, либо чуть-чуть отклоняете корпус назад, колено, бедро прижато, и две ноги тоже прижаты. Получается такое комплексное воздействие. Вы едете рысью, вы замираете сверху, садитесь глубже в седло, чуть-чуть откидываетесь назад и чуть-чуть тянете на себя повод. Когда лошадь перешла в шаг, вы расслабляете руку и продолжаете движение шагом. Если едем строевой рысью, мы двигаемся на рысью, затем садимся в седло и делаем все то же самое. Я опустила вес вниз, чуть-чуть потянула поводом и отклонила корпус немножечко назад. Рысью можно двигаться с разным темпом. Она бывает средняя, сокращенная и прибавленная. Средняя, рабочая рысь. Двигаемся на рысьи, задаем активный ритм движения. При таком ритме мы можем делать всякие упражнения, разминать лошадь. То есть мы не бежим медленно, но и никуда не несемся. Для того, чтобы добиться сокращенной или собранной рыси, мы начинаем движение рысью. А затем придерживаем лошадь поводом, корпусом, прижимаем колено-бедро, но шенкелем продолжаем активно вести. То есть лошадь не должна как будто уже переходить в шаг. Она должна активно работать, но при этом не продвигаться вперед. То есть стремимся к тому, чтобы лошадь бежала практически на месте. В выездке даже есть такой элемент, который называется пиафе, когда лошадь останавливается на месте, но продолжает двигаться рысью. При этом она еще красиво поднимает ноги наверх. И это уже такая высшая школа выездки, пожалуй. Это действительно сложно, и к этому стоит стремиться. И прибавленная рысь – это когда лошадь расширяет рамку движения, она захватывает большее пространство своими ногами. Давайте я продемонстрирую, как это выглядит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На прибавленной рыси нужно легкой ногой поддерживать движение. При этом в контакте вы идете с поводом и легкой ногой двигаете лошадь вперед. Прям раз, 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 раз. Такое легкое движение ногой. Выездки, прибавленная рысь и многие другие элементы выполняются на учебной посадке. Я продемонстрировала на строевой чисто в качестве упражнения, чтобы вам показать. Когда вы начнете уверенно ездить рысью, вам могут рассказать про ногу облегчения. Ногой облегчения называют ту переднюю ногу лошади, под которую вы встаете наверх. Например, я двигаюсь ездой налево, начинаю привставать. Обратите внимание, я встаю в тот момент, когда правая передняя нога лошади отрывается от земли и идет вперед. Теперь я поменяю ногу облегчения. Теперь я встаю в тот момент, когда левая нога, левая передняя нога лошади отрывается от земли и идет вперед. Правильно облегчаться, то есть вставать под внешнюю переднюю ногу. То есть ездой налево это будет правая передняя нога. Когда я развернулась ездой направо, я уже буду вставать под левую переднюю ногу. Сверху вы можете понять, какая сейчас нога идет вперед по плечам лошади. Вы быстро кидаете взгляд вниз, понимаете, что вот сейчас у меня вместе со мной вперед выдвигается левое плечо. Соответственно, мне нужно вставать, когда вперед идет левое плечо лошади. И чтобы поменять ногу облегчения, нужно просидеть два такта рыси. Вот я облегчаюсь под левую ногу. Раз, два, встала. Теперь я облегчаюсь под правую ногу. Раз, два, встала. Облегчаюсь снова под левую ногу. И это в данный момент, так как я двигаюсь ездой направо, будет считаться правильным. Все это необходимо для того, чтобы правильно распределять нагрузку на ноги лошади. И каждый раз, когда вы меняете направление движения, меняете ногу облегчения. Со временем это уже будет происходить у вас автоматически. Вы будете менять направление, и не задумываясь, будете менять ногу, под которую вы привстаете. На рыси лошадь можно не только разминать, но можно делать разные упражнения. Многие элементы выездки исполняются на рыси, как я уже говорила, пиафе, пассаж и прочее. Из наиболее простых упражнений, это, например, уступка шенкелю или принимание. Вот так выглядит уступка шенкелю. А вот так, например, выглядит принимание. Каждое упражнение нужно научиться правильно выполнять, поэтому об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз. Для того, чтобы научиться ездить на лошади, правильно ездить рысью, галопом, приходите к нам на занятия. Мы всегда вам рады. Я желаю вам удачи. Надеюсь, ваши тренировки будут продуктивными, успешными. Пишите про ваши результаты. До новых встреч!